Генерал Анст Ланиотс, экс-командующий силами обороны Эстонии, сегодня с нами в программе эксперты. Здравствуйте, господин Ланиотс. Доброе утро. В ответ на военное усиление России и, например, на возможный разрыв договора о ракетах меньшей и средней дальности между Россией и США, появятся ли в странах Балтии какие-то новые виды вооружений? Не, ну ядерного оружия у нас здесь не будет, конечно. И зачем? Сейчас носители уже настолько эффективные и мощные, что ставить на границу, скажем, ракеты или какие-то носители с ядерным зарядом, это было бы сумасшествие в любом случае. Это в Европе есть сейчас очень мощные, так сказать, системы баллистических ракет и у Запада, я думаю, и у России тоже. Но у России одна очень большая проблема. Это вопрос электроники. Они отстают от Запада где-то на 15-20 лет в этом вопросе. И все то, что нам показывается или афишируется, или рекламируется, я скажу, это все, конечно, имеется. Но другое дело, как и чем их вот эти системы разные, ракетные, тут и танки новые, скажем, от «Армата Т-14» и другие. Как их управлять? Я сам 25 лет был в Советской Армии, помню, самая большая проблема как раз была электроника. То есть ее отставание и ненадежность в работе. То есть танк «Армата», который так часто сейчас показывают по телевизору, который участвует в России в парадах, это, на ваш взгляд, пока скорее витринный экспонат, чем боевая такая рабочая лошадка? Пока она не рабочая. Вы мне напомнили, в 1967 год, когда в Советскую Армию поступили новые танки нового поколения Т-64. Кстати, производил их завод Малышева в Харькове в то время. Сколько с этой машиной было проблем разных. И особенно в электронике тоже. Там электроник-то немного было, но все равно. То есть эти машины и «Арматы» тоже совершенно свежие сейчас, сырые, будем говорить. Это показуха больше на политический план, так сказать. Не то, что эти машины столь надежные, что там три человека сидит и дистанционно все управляют и все видят. Абсурд. И, насколько вы поняли, наверное, Министерство обороны заказало, правда, 132 танка «Армата». Из них в этом году выйдет по программе, опять, Министерство обороны 9 только. А все остальное в доработке. Потому что он настолько сырой, что его только можно показывать на парадах и проводить тестовые стрельбы. То есть «Арматы» это все еще пока прототип? Опытного образца. Они 20 штук, насколько я помню, это тоже делали, показывали на парадах, по-моему, первый раз в 2015 году. И пока дорабатывает, потому что он настолько сырой, что вооруженные силы принимать уже в широком плане нельзя. Ну и последние тут заявления были, что он слишком дорогой. Даже представитель, по-моему, Министерства обороны России назвал 250 миллионов рублей одна машина. То есть у России таких и денег нет, чтобы массово закупать Т-14 танки. 132 сейчас якобы в производстве, когда они будут готовы. Их тоже тестируют, модернизируют постоянно, как и Т-64-ками делали в Украине в свое время. Так что это длинный процесс. В подтверждение Ваших слов развернутая параллельно программа по модернизации танков предыдущих поколений в России. Т-72, да, и Т-90, хотя Т-90 тоже очень дорогой танк, в принципе. Но на вооружении там более 300 единиц, если я не ошибаюсь. Потому что сейчас военный бюджет на этот год России. Все вместе. Это 6,3 миллиарда долларов. А Министерство обороны чисто на вооруженные силы получило 46 миллиардов. Но с такой огромной армией, как в России, не сильно ты разгонишься.